Изолятор временного содержания для собак стал яблоком раздора в столице. Предприниматели жалуются на то, что питомцы не дают им нормально работать. Из-за неприятного соседства люди не только испытывают дискомфорт, но и несут убытки. Подробности у Ирины Панфиловой. Промышленная зона столицы. Здесь находится один из крупнейших в Казахстане приютов для животных. Чтобы прокормить здешних питомцев, в день уходит почти 20 мешков корма. Если его не хватает, четвероногим варят кашу. Изолятор временного содержания рассчитан на 300 собак. Сейчас их здесь больше 2000. Причем почти половина питомцев попали сюда с начала этого года. В основном это взрослые собаки и не только дворняжки. Много здесь породистых. Есть овчарки, алабаи и даже добродушные хаски. Но если волонтеров и посетителей приюта четвероногие умиляют, то те, кто живет неподалеку с хвостатым изолятором, соседству нисколько не рады. Агрессивно есть, выпускаются большие собаки. Я не помню, на каком именно мальчик на одного прыгнул он. Здесь запах вообще невыносимый. Мы не можем здесь жить. Люди приезжают, приносят продукты, получается, им. Они раскидывают эти собаки, кушают. Ну, на этих собак потом вонь отсюда. Домой даже дышать невозможно. Больше всего на собачий приют жалуются предприниматели. Особенно те, кто работает через забор от изолятора. По назначению, вот мы когда обращались в ГАСК, то есть питомник указан как временный. Мы говорили, что переедут в течение года. Но уже пять лет мы здесь вот сидим и дышим этим смрадом, этим запахом фекалий, запахом псины. Даже вот скорую вызывали сотрудникам. Вот недавно я не совру. СССР нам ответили, что данный собачий питомник относится к четвертому классу риска с минимальной зоной, то есть санитарной зоной 100 метров. А питомник находится через забор от нас. Кстати, колючая проволока и забор не обтянут. Зимой собаки легко перелазят по сугробам на территорию базы. Гадят и растаскивают мусор, говорит предприниматель. Сейчас Данияровы сдают офисы и склады 17 арендаторам. До Нового года компаний было больше. Однако не все, по словам хозяев базы, выдержали шумных назойливых соседей. Мы вот за зиму потеряли троих арендаторов. Именно из-за собак. То есть они говорили, что мы не можем работать. Они, естественно, идут в те места, где такая же цена, но нету вот такого фактора, как вот этот питомник. Решение проблемы бизнесмены видят в одном. Приют должен переехать. Ну, Шултан строится. Вероятность того, что вокруг новой той базы, если бы мы хотели даже куда-то переехать, не появится людей такого, как бы, ну, это не исключено. То есть люди всегда рядом с нами будут. Поэтому сегодня у нас не стоит задача куда-то переехать. На сегодняшний день предприятие имеет три объекта, которые на таком законном уровне были куплены государством. Мы будем здесь жить, развиваться. Такой ответ бизнесменов не устраивает. Они готовы отстаивать комфорт. Ради этого даже намерены пойти в суд. Но переезд питомника в другое место едва ли решит проблему с бездомными четвероногими. Напомню, этой весной в Казахстане заработал новый закон. Отстреливать бродячих животных запретили. Это значит, что волонтеры обязаны пристроить питомца в хорошие руки. Либо содержать его до тех пор, пока он не умрет от старости. А между тем, бесхозных кошек и собак в стране становится все больше. К слову, ответственны за это не кто-то там далеко, а мы с вами. Как говорится, те, кто приручил. Ирина Панфилова, Артур Горшников, Хабар, 24.